Всех вас сердечно поздравляю с праздником, всех и прихожан нашего храма, всех, кто сегодня пришел в этот святой храм помолиться. Мы сегодня собрались в этом храме, который, как сейчас сказал отец Настоятель, освящен в честь святителя и чудотворца Николая. И я думаю, что мало кто не слышал и не знал и не знает о святителе Николае. Люди обращаются к нему в своих молитвах и получают очень часто просимые, подчеркиваю, очень часто просимые. Потому что не всегда люди, получая или обращаясь к святителю Николаю, не всегда получают просимые. И церковь, и подвижники, и благочестие говорят, это происходит потому, что мы просим что-то неполезное или неспасительное. Вот это очень важный показатель. Просим, молимся. Если не получаем, значит просим не то, что нам спасительное и полезно. Ну, конечно, память святителей и чудотворца Николая, она распространена по всему Белому Свету. И к святителю обращаются люди не только православного вероисповедания, и даже люди далекие от церкви. Но услышали и знают о том, что есть такой угодник Божий, который помогает всем, кто оказался в сложной ситуации своей жизненной. Ну, а мы сегодня собрались в этом храме, поскольку он освящен в честь святителей и чудотворца Николая. И вспоминая этого дивного подвижника, можно очень многому поучиться в его жизни. Совершенно не случайно церковь составила тропарь этому святому. И всем нам свидетельствует о том, что он является правилом веры, образом кротости, учителем воздержания. И каждый человек, который хочет найти путь в Царство Божие, путь в Царство Божие и общение с Богом, тот может, подражаясь святителю Николая, проводить и свои жизни. Он действительно является правилом веры. Он в те далекие времена, когда только Церковь получила свою, как сегодня люди говорили, легализацию, признание со стороны государства, тогда возникла и другая угроза для Церкви Христовой, поскольку в дни и в годы гонения на Церковь исповедовали Иисуса Христа только те мужественные люди, которые готовы были в любой момент пойти на смерть за Христа, за веру во Христа. И действительно это происходило, и множество людей даже до смерти свидетельствовали о своей вере и преданности Церкви Христовой и основательной Церкви Иисусу Христу. Но были и такие, которые малодушничали, которые наблюдали за происходящим со стороны. А как только Церковь получила свободу, вероисповедание, вот тогда в Церковь стали приходить люди малодушные, слабые, но ищущие путь ко спасению. Ну и естественно, приходя в Церковь, они приносили и свое образование, и свой внутренний мир, и свой образ жизни. И после легализации Церкви Христианской, в Церкви возникла опасность появления вересей. И не случайно был собран Первый Вселенский Собор, на котором обсуждалось учение Церкви. И на этом соборе присутствовал святитель и чудотворец Николай. И если мы и говорим о том, что он действительно был смиренным, кротким, то исповедуя и защищая Церковь Христову, он был непоколебим не перед кем, а только лишь стремясь отстаивать веру Христову. То учение, которое оставили этому поколению святые апостолы. И святитель Николай не постеснялся даже применить физическую силу по отношению к арию, еретику. И это было тоже не случайно, а промыслительно. Если бы не стойкость святителя и чудотворца Николая, неизвестно, что было бы с Церковью. Но благодаря стойкости этого дивного подвижника, Церковь сохранилась до сегодняшнего дня. В том неизменяемом состоянии, в том вероучении, которое оставили святые апостолы, проповедуя Иисуса Христа и Его учения. И Церковь остается и останется непоколебимой до скончания века. Так создал Господь Иисус Христос Церковь Свою на земле. И врата Адова Ее не одолеют. Но невольно у многих людей возникает вопрос, особенно у людей, которые или далеки от Церкви, или стремятся познать православное револучение, идут по этому пути. И у многих возникает вопрос, а неужели нельзя напрямую обращаться к Богу? Почему? Потому что у нас есть Матерь Божия, к ней надо молиться. Почему кто-то говорит, надо святым молиться? Неужели мы не можем напрямую обращаться к Господу? Не только можем, должны обращаться к нашему Творцу и Господу. А к Матери Божией мы обращаемся только лишь потому, что Господь Иисус Христос первое Своё чудо на земле совершил, благодаря ходатайству и просьбе Её к Его Матери, Царите Небесной Пресвятой Богородице. Она обратилась к Нему. Помните, на браке в Канне Галилейской? Вот это положило начало обращения к Матери Божией всех христиан. Они поняли, люди поняли, что Господь слышит Матерь Божию и готов преклонить свою правду на милость, благодаря ходатайству и молитве Пресвятой Богородице. А почему мы обращаемся к святым? Некоторые говорят, неужели вам нужен посредний какой-то? Да вот, представляете, вам нужен какой-то посредний. Да нет. Можно напрямую обращаться к Богу. А почему мы обращаемся к святым? Вот этот вопрос задают те люди, которые не совсем полнотеем правильно осознали учение Церкви о Церкви. То есть наше учение христианское о Церкви. Случайно Апостол Павел, сравнивая или давая понять людям, что такое Церковь, говорил, что это тело Христово. Вот как в теле человеческом, тело одно, а органов у нас ведь очень много, правда, в теле. И членов тела много. Но все мы, все члены тела человеческого создаем такой организм, который способен жить, трудиться, создавать. Вот по этому образцу апостол Павел говорит, Господь создал Церковь Свою. Все мы члены одного тела Христова, Церкви Христовой. И каждый исполняет свое предназначение, свою функцию. Но святые, почему мы к ним обращаемся в своих молитвах, они в дни своей жизни постоянно молились Богу. Молились друг за друга, молились за нуждающихся. Они молили Бога, чтобы Господь утвердил мир на земле. И Господь слышал их молитву. И когда подвижники благочестия переходили от жизни в земную, в жизнь вечную, загробную, то это, это дар, это совершенство людей, тот дар молитвы, который получали или в себе воспитывали святые, они перешли с этим благодарным даром за грудный мир, и там продолжают молиться Богу. Именно поэтому мы молимся святым. Удивительное происходит и в современном мире. Вы обратили внимание, о ком мы сегодня молились на литургии? Правда ведь? Каждый раз мы приходим на службу, мы же не за себя только молимся, да? Вот приходя в храм, да и дома в своих келедных молитвах мы обращаемся к Богу. А в храме особенно. Мы ведь молимся здесь и о плавающих, о путешествующих, о немощных лежачих, о властях и воинства. Мы же о них молимся, правда? И мы все навыкаем в этом стоянии молитвенно при Богу. Потому что наши предшественники святые. И вот они довели эту молитвенную свою жизнь, свое обращение к Богу до совершенства. И перейдя в заглобный мир, они продолжают молиться. Именно поэтому мы к ним обращаемся. Мы же даже друг у друга просим, правда? Когда встречаются друг с другом и говорим «Помолись, я пошел сдавать экзамен». А кто-то говорит «Я пошел проходить медкомиссию». А кто-то говорит «Я на операцию ложусь». Мы же друг у друга просим молитву, правда? А почему мы не можем молиться у святых? Тем более, что они стяжали эту божественную благодать помогать людям, кто обращается к Богу и к ним с просьбой их святых молитв. Но и невольно возникает у некоторых такой вопрос «А как так может быть, что святитель Николай может в одно мгновение помогать огромному количеству людей?» Как? Он же вроде бы и человек, да как может это делать? Как он может это осуществлять? Не задумывались об этом, нет? Задумывались, да? Есть ответ? Настолько он прост, этот ответ. Вот каждый из нас, живя даже на земле, еще не перейдя в загробный мир, еще не стяжав особой благодати Святого Духа, да? За свою благочестивую жизнь. Мы даже грешные люди имеем этот божественный дар в своей жизни. Вот мы сейчас с вами здесь стоим, а ведь мы обладаем особым даром Божьим. Мы можем в одном мгновении, в своих мыслях, вот прямо сейчас, можем, каждый только подумал, я на Сахалине, я в Нью-Йорке, я в Австралии, в Австралии, да? Наши мысли, обратите внимание, это же дар Божий, да? Мы в мыслях можем огромное расстояние преодолевать, в одно мгновение, да? Даже вот рука так быстро не поворачивается, как наши мысли. Мы можем и в Нью-Йорке оказаться, и в Урске, и в Невостоке, и в Австралии, и где хотите. Это мы, жители земли, обладаем таким даром Божиим, да? А если говорить о святых, то это все в превосходнейшей степени имеет значение. И, конечно же, мы, даже не перейдя в Царство Божие, живя здесь, понимаем, как легко, оказывается, вспомнить того человека, который живет и там, и там, и там, и там, в одно мгновение. А представьте себе, это дар в совершенной степени у Бога, у святых. И очень просто, оказывается, молиться, вспоминать, где бы ни жили, где бы ни находились люди. Именно поэтому мы обращаемся к святителю Николаю, что он, стяжел благодать Святого Духа, живя праведно, благочестиво и свято на земле, получил от Бога. Это так, помогать людям, кто будет обращаться в молитвах к Богу, кто будет верить в Бога. И удивительное происходит сегодня, даже в нашем храме, сегодня и сейчас. Ведь мы, к святителю Николаю, так же, как и к Богу, как и к Матери Божией, обращаемся не как к историческим каким-то личностям, к персонажам, которые жили в 1700-х, 2000-х лет тому назад. У нас, у верующих людей, нету ограничения по времени. Мы, к святым, к Богу, обращаемся, вот как ныне присутствующим сегодня в нашем храме, в нашей жизни. И в этом заключается чудо Церкви Христовой. Мы с вами не просто вспоминаем исторические личности, а мы как живыми обращаемся. Мы к живым обращаемся. Подобратите внимание, какой дар нам дал Господь. Молиться. Для нас, для христиан, для верующих в Бога, нету пространства, нету времени. Мы сегодня и сейчас вот здесь переживаем и ощущаем присутствие Божией, Матери Божией, Святителя Николая и других святых. А сегодня Святителя Николая. Именно поэтому люди в вере обращаются и к Богу, и к Матери Божией, к Святителю Николаю. Но что самое интересное, самое важное, получают люди просимые. И вот это живое переживание присутствия в нашей жизни, присутствия Бога, Царицы Небесной, Святой Богородицы и Святителя Николая, вдохновляли многие поколения. И, конечно же, вдохновляет и нас с вами, живущих сегодня, и пришедших в этот святой храм. Мне хочется сказать, не забывайте об этом. Мы удивительные люди, христиане. Мы ведь имеем таких надежных молитвенников пред Престолом Божьим, защитников, покровителей, которые могут помочь в любой момент. Всем нуждающимся. Помните об этом. И не бойтесь никого, кто, как сегодня говорилось в Священном Писании, в Евангелии, радуйтесь. Те, кто страдает ради Христа, и Христос Спаситель предупреждал об этом и святых апостолов, а они передали и святителям, и святителю Николаю, и нам всем они передали то, что говорил Христос Спаситель. Кто последует за Христом, тот будет действительно иметь и наготу, и жажду, и голод, и стеснение, и притеснение. И блаженны вы, когда вас будут ненавидеть, и предадут страданиям, и пронесут имя ваше, как бесчестное, среди жителей мира сего. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика вам рада будет на небесах. Вот это всегда вдохновляло жителей земли, кто верит во Христа Спасителя. И мы с вами должны сегодня, и почему радуемся, и должны радоваться, да потому что мы живы, воспринимаем Христос Спасителя, святых в нашей жизни. И мне хочется пожелать, чтобы вот эта вера, которая жила во Святителе Николаеве, которую мы сегодня вспоминаем и прославляем, он действительно был правилом веры и образом кротости. И нас учил, чтобы и мы также жили, чтобы вера в Бога была живой в нашей жизни, тогда нам ничего не будет страшного. Тогда мы будем всю свою жизнь проводить в надежде на то, что придет время, когда мы, проведя здесь на земле свою жизнь благочестивой, праведной, святой, сможем войти в Царство Божие. Это всегда вдохновляло всех жителей земли, кто поверил, что Иисус есть Христос. А мы в это верим. И для нас это должно быть убеждение, это должно быть якорем в нашей жизни, путеводной звездой, вера в Бога, верность в Церкви. Но мы постараемся, Богу содействующий, хранить в наших сердцах и в нашей жизни веру в Бога, верность в Церкви и стремление жить по заповедям Господним. И тогда мы сподобимся войти в Небесное Царство и ощутить это блаженное состояние, быть вместе с нашим Творцом и Спасителем Господом. Аминь. Проси Господи, исполайте Господь. Всех участников я поздравляю с принятием святых лицовых тайн. И желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравии тела и во спасение души.